Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Ксения Вьюшкова. О самых интересных событиях в городе расскажем прямо сейчас. Еженедельное совещание в городской администрации. Поэтому те обязательства и договоренности, которые муниципалитет давал ранее и были достигнуты, мы все это дело выполняем. Открытие патриотического клуба «Атом». Десногор стал пиротной площадкой на территории Христовской концерна «Росказарго Атом», где открывается такой замечательный патриотический клуб. Дивизиональный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КС Баскет». Как всегда, очень высокие. Всё зависит только от нас. Мы очень много работали. 21 января представители городских инфраструктур отчитались главе Десногорска о проделанной работе за неделю и предстоящих событиях. Подробнее далее. По итогам прошедшей недели в отделение скорой помощи поступило 194 вызова. В круглосуточный стационар направлено 108 человек. Повышение заболеваемости ОРВИ фиксируется на обычном уровне. Кроме того, обсуждалось состояние городского пляжа. В завершающей стадии капитального ремонта этого места отдыха станет вывоз строительного мусора. Эти работы будут завершены в ближайшее время. Важной задачей для муниципалитета остаётся вопрос городского автовокзала. 25 декабря между муниципальным бюджетным учреждением службы благоустройства и конкурсным управляющим заключен договор на безвозмездное использование данного имущества на 11 месяцев. Сейчас там ведутся работы, в принципе, подходят уже к завершению по приведению в порядок освещения, ремонт самузлов, установка видеонаблюдения. Финалом проводимых работ станет открытие КАС в зале автовокзала. Более подробная информация и достигнутые результаты будут известны в ближайшее время. Ближе к концу января, где-то начало февраля, мы берём с запасом, чтобы мы вокзал откроем. Будущих первоклассников и их родители приглашают на дни открытых дверей в десногорских школах. Желающих там ждут 25 и 26 января. 25 января в первой и четвёртой школе в 11.00 и 26 января во второй и третьей тоже в 11.00. Также подведены итоги первого этапа голосования по программе формирования комфортной городской среды. На 2021 и последующие годы. С 20 декабря по 20 января на сайте муниципалитета десногорцы могли выбрать территорию для будущего благоустройства из предложенных городских участков. Большое количество голосов десногорцами было отдано за территорию набережной утропы Старовья, второй микрорайон. 42,6% голосов. Второе место заняла спортивная площадка у дома 2-3, третий микрорайон 12 и 4% голосов. И третье место – это пешеходная зона у домов 14, 16, 19, второй микрорайон 10 и 1% голосов. Условия проведения второго заключительного этапа голосования будут известны в ближайшее время. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 18 января в спортивном комплексе Десна прошла презентация патриотического клуба «Атом». Это совместный проект концерна «Росэнергоатом», учебного центра «Атом» и администрации муниципалитета, который должен привить молодёжи полезные навыки и умения. Подробности далее. На мероприятии присутствовали почётные гости как Десногорской Смоленской области, так и представители концерна «Росэнергоатом» и учебного центра «Атом». Благодаря совместной инициативе это новое для «Атомграда» спортивное направление стало возможным. Десногорск стал пилотной площадкой на территориях «Росэнергоатом», «Росэнергоатом», где открывается такой замечательный патриотический клуб, где появляется «Атомчик», там светло, тепло, уютно, комфортно. Я правильно владею этими видами, потому что мы будем знать, как правило, с ними обращаться и в какое время. Проект создания сети патриотических клубов по практической стрельбе из пневматического пистолета в городах присутствия «Росэнергоатом» стартовал в прошлом году. Благодаря концерну «Росэнергоатом» и учебному центру «Атом» в атомных городах удастся не только разнообразить культурный и спортивный досуг, но и поспособствовать развитию патриотизма в детской и подростковой среде. Первое, что было предложено, это город Десногорск. Я не знаю почему. Наверное, здесь больше всего люди хотят спорт, хотят развиваться, хотят все вкладывать в детей. Поэтому первым Десногорск, ну, Воронеж. И мы с удовольствием подхватили эту, предложили эту идею. Они подхватили эту идею, и мы ее с удовольствием реализовываем. Поскольку у этого вида спорта очень серьезные меры безопасности, первое, что ждет стрелка – инструктаж. В этот день его проводили представители учебного центра «Атом», команда спортсменов которого занимает лидирующие позиции в этом виде спорта и даже становилась призером чемпионата мира 2018 года. Эта рука идет сюда, плату держите, охватываете. Вторая рука этим местом где-то сюда опираетесь, тоже плату там охватываете. Ладонью сюда, палец на раму, этот на него. То есть вот такой стабильный пласт. Мне кажется, ничего сложного. Экспертами не раз отмечено, что спортивная стрельба формирует у человека хладнокровие, наблюдательность и волю к победе. А для достижения значимых результатов потребуется и владение своими эмоциями. А эти навыки обеспечат победу не только в спортивном состязании, но и в реальной жизни. У меня дочь занимается лыжным спортом, но вот сейчас она увидела стрельбу, говорит, она вообще болеет биатлоном. Говорит, это очень полезно, если запишет, то я с радостью буду ходить. Стрельба, а что здесь опасно, ведь профессиональные люди будут заниматься, это первое, да, то есть с большим опытом в определенных местах отведенных, то есть в киров, да. Это не значит, что детям дадут оружие, они будут бегать по городу с этим оружием, они будут приходить на занятия, где они будут тренироваться, да. И, опять же, это спорт, это хорошо. Я думаю, что здесь же будет не только стрельба, еще какая-то физическая подготовка. Пусть дети чему-то учатся, это всегда хорошо. А кто не разделяет, тот пусть и не участвует. Секция по стрельбе будет находиться в Десногорской четвертой школе. На средства концерна «Росэнергоатом» там уже проведен ремонт и установлено необходимое оборудование. На занятиях можно будет осваивать практическую стрельбу, сборку-разборку оружия и повысить уровень своей физической подготовки. Все это под руководством опытных педагогов. Набор в группы уже стартовал. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» стартовал 13 лет назад в Пермском крае. Главной задачей проекта стало вовлечение молодежи в занятия физкультуры и спортом. Теперь же «Кэсбаскет» проходит почти в каждом регионе России. На карте мероприятий регулярно появляется и Десногорск. В декабре 2019 года в Десногорске завершился муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги, в котором победу одержали баскетбольные команды юношей и девушек из средней школы номер 4. Следующий этап дивизиональный. Он проходил два дня. 21 января в стенах спортивного комплекса «Десна» за победу боролись юноши, а днём позже – девушки. На поле встретились команды, которые стали лучшими в муниципальных школьных этапах. Приехали бороться. Хорошее мероприятие. Спасибо комплексной энергосистему, что уже который год проводят данное мероприятие. Настроены на борьбу, но игра есть игра. То есть кольцо, мяч круглый. Как повезёт. 21 января команды «Рославля», «Ельни», «Ершичи», «Починка», «Шумячи» и «Десногорска» сразились за первое место и за возможность участвовать в региональном этапе кэсбаскет. Игры между командами прошли по круговой системе. Поэтому, пока команды ждали своей очереди, мы решили узнать, какой у них настрой перед игрой. С «Ершичами» играем. Ну, хороший соперник. Будем стараться. Шансы есть всегда. Так что будем надеяться на победу. Как выяснилось, юноши из Десногорска в себя верят больше, чем ребята из других команд. О своих шансах на победу рассказал Евгений Фукс. Как всегда, очень высокие. Всё зависит только от нас. Мы очень много работали, очень много уделяли времени командной химии. Сейчас мы готовы. Мы все замотивированы, чтобы пройти в следующий этап. Какая подготовка – такой результат. По итогам игр первого соревновательного дня – золото у команды из Десногорска. 22 января среди девушек лучшими стали также представители Десногорска – девушки из четвёртой школы. Уже 8 и 9 февраля на базе спортивного комплекса «Десна» пройдёт региональный этап школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Будут достойные соперники, смоленские команды. Поэтому там нужно будет выложиться по полной программе. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших побед и такого же боевого настроя. Ксения Бьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. А теперь о погоде. В Десногорске 23 января ожидается небольшой снег, а вместе с ним придёт и лёгкое похолодание. Температура днём – минус 2, ночью похолодает сильнее – до минус 5 градусов. Это были все новости на сегодня. Больше интересного вы можете увидеть на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграм. В студии работала Ксения Бьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!